Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Товарищи, я вчера прочитала, как Валерий Чкалов разбился на самолете. И это было самое лучшее из того, что я могла сделать перед сегодняшним днем. А сегодня мы идем летать на самолетике. Ура! Валет первый пошел, второй пошел, третий где-то там. С прекрасным Павлом из города Перт мы идем летать на самолете. Да, это норма жизни. Поля в безземляции это... Особенно, когда приезжают потом фермеры. По аэродрому, по аэродрому. Мы приехали летать, дорогие друзья. В кабину самолета влезет только три человека, но мы еще не выбрали, кто будет слабым звеном. Сейчас тебя задавят, дорогой оператор. Я полечу. Паша сейчас получает инструкции, регистрируется на рейс. Рейс вводит Перт, небо Перт. Или Фримантл, небо Фримантл. Одно из двух, короче. Вот. Мы все еще не решили, кто из нас не летит. Полететь могут только трое из нас. Я лечу. Вот. Лада уже стоит в очереди. Андрей сказал, что своего места никому не уступит. А Настя в раздумьях, ну, вроде тоже хочет. Поэтому подозреваю, что слабым звеном буду я и буду вести репортаж с земли. Нет. Я ведь к тебе буду прерываться, когда будет все равно. Нам выдали там спас-жилеты, наушники волшебные. Паша там что-то сейчас заполняет. Скоро будем получать инструктаж. Наверное, они надувные, но парашюта там точно нет. Да, он надувный, потому что мы над водой будем лететь. Будем лететь над водой и надувать жилеты. Воздушные шарики, вот они. Такого ему не имелось. Что, идем? Ладно, куртка твоя кида. Моя мама, крестик, веки не ждал. Паша проверяет готовность всех узлов и элементов машины. Перед полетом пилот обязан проверить все на самолете. Все узлы, все детали потрогать, подергать. Все закрылки открываются. Ничего не отваливается. Потому что в воздухе, если что-то не так, то починить не получится. С баком топлива всегда. На пробу. А на пробу это что значит? Когда самолета долго стоял зерно ночью, из-за влажности и температуры мог образоваться конденсат в баках. Нам надо слеть и посмотреть, посмотреть, расслаивается или не расслаивается. Сейчас все хорошо. Плюс, если какие-то загрязнения, частицы. Пойдем принимать кабину пилота, а то вдруг там чего не так. В общем, вот карта. Давайте я сделаю почище, чтобы она была не такая загруженная. Значит, вот мы здесь, в Жендако-Аэрбарку. Мы полетим, вылетим прямо по курсу в Африманску, пролетим над портом, летим на Катасло-Бич. Это точка входа в пердский туристический маршрут. То есть дальше мы пролетим в перд, пролетим над городом, вылетим обратно через озера и на пляж. После чего мы будем все в спасательных жилетах, мы полетим на Родность. На Родность мы сделаем одну орбиту вокруг острова на низкой высоте и вернемся обратно через примерно где вы стоите на парковке. Что мы всегда делаем, мы проверяем Weight and Balance. То есть у меня есть такой чарт, на iPad это намного легче. То есть у него есть его пределы, в которых он может летать. Мы вбиваем наш вес, рассадку, где мы сидим, от этого, собственно, рычаг меняется. В отношении центра тяжести и смотрим, что мы в этих пределах. Что у нас как бы все в порядке, даже с нашим топливом на бурту у нас 40 галлонов, что дофига. Вот, значит, по поводу безопасности. Давайте подойдем. Значит, сидим пристегнуты, как в машине, что как бы понятно, я думаю. Взлет и посадки. Разговариваем минимум. Также мы разговариваем минимум, когда идет какая-то связь по радио. То есть если кто-то говорит на радио, мы слушаем, потому что это могут к нам обращаться. Мы будем лететь через два контролда аэроспейса. Один здесь, один в Перте. И нам надо быть очень внимательны и по поводу инструкции, которые нам дают. Взлеты, посадки, ноги плашмя и сидя пристегнуты. Как я сказал, бывают случаи, когда они дают клиренс на посадку, кроме второй круг, совершаем повторно. Если плохо начинаете себя чувствовать, я не знаю, пейте воду, скажите мне, что-нибудь придумаем и вернемся. Не зарекайся. Вроде погода спокойная, облака не сильно движутся, табулянности, если и будет, то минимальная. Возможно, будешь немножко подресет около ротоса, там всегда очень лучше, ветвенно. А так должно быть весьма спокойно. Какие-то вопросы? Спасательный жилет. Спасательный жилет, мы его сразу не надеваем, потому что его засовывать в эту коробочку очень сложно. То есть мы его просто держим на поясе. Если двигатель глухнет над водой, мы выполняем процедуру так называемой дичинга. То есть мы приземляемся, приводняемся на поверхность воды. Если это происходит, или мы знаем, что это будет происходить, тогда мы его достаем. Он обычный, как в самолетах, надеваем поверх себя, но не дергаем ручку и не надуваем его. Надуваем только, когда вышли уже из самолета. При любых аварийных посадках и приземлениях на воду или на землю. Андрей, кто сидит спереди, я попрошу перед самым тачдауном открыть дверь. Опять же, если перекашивают корпус, чтобы мы не оказались заблокированы. Мы будем все сидеть в наушниках. Общаемся через интерком. То есть мы должны всех хорошо друг друга слышать и звук двигателя будет приглушен. Микрофон держать близко к рту. И если вы себя не слышите, свой голос в ушах, вас никто не слышит. То есть там часто надо кричать. Микрофон, чтобы по интерфону было слышно. И опять же, когда какой-то разговор на радио, мы молчим. Короче, надеваешь наушники, делаешь микрофон как можно ближе к рту. И дальше просто говоришь, если что-то хочешь сказать. Потому что в полете слишком большой шум, поэтому нельзя просто так переговариваться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сити, самым центром столицы Западной Австралии, городом Перд. Самого дорогого города, одной из самых дорогих стран мира Австралии. А еще Перд, самый изолированный мегаполис мира. Город постоянно входит в десятку самых удобных для жизни городов. И в нем находится стеклянная башня Свон, самая высокая часовая башня, сделанная из стекла. А еще по нашей субъективной оценке Перд один из самых дружелюбных городов мира, с одной из самых чудесных русских диаспор. Проведя в этом городе больше года, мы точно это знаем. Мы поднимались почти на 500 метров над морем и землей. Это примерно 1500 футов. Папа умеет рулить не только машиной, мотоциклом и яхтой, но еще и самолетом. Когда я вырасту, я тоже научусь летать на самолете. Если захочу или не захочу. Или нет. Или да. Папа умеет рулить не только машиной, мотоциклом и яхтой, но и самолетом. Больше всего мне понравилось, как пилот Паша делал фигуры высшего пилотажа. Тогда мы повернулись почти на 90 градусов. Субтитры подогнал «Симон» Это водный бомбардировщик. Когда горят леса, он сбрасывает две тонны воды и иногда красного реагента, который поглощает кислород и не дает гореть. А вот почему, когда Восточная Австралия горела, ничем спасти нельзя было? Там очень сильно горело. Там бомбили не только маленькие, там бомбили, есть переоборудованные Боинги 737-е какие-то, и у них намного больше воды. Волнение чувствую необычайно, потому что сейчас мы полетим на этом самолетике, а еще перед этим меня чуть-чуть в тюрьму не забрали, но я об этом вам не расскажу. И второй раз! Так, у нас полет номер два намечается. Вот, девочки поменялись местами. И роль второго пилота занимает... Мариночка! От винта! Пока девчонки полетели на второй круг, пройдемся по ангару. Здесь еще вот разные самолеты есть. Сейчас тут мимо них вот такой вот двухмоторный стоит. Я в моделях, к сожалению, не разбираюсь вообще, только могу вот посмотреть, насколько они все совершенных форм. Вот еще один такой одномоторный самолетик стоит. Похоже очень на тот, на котором сейчас мы летали уже. Вот еще один той же самой модели. Так, идем дальше. Вот такая красота. И идем дальше. Тут у нас вертолет. Вот, на вертолете сегодня у нас полет не состоялся. Но мы налетались на самолетиках, вот на таких. Это просто восторг, ребята. Супер! Вот так вот замечательно это все выглядит. Название острова Ротность в переводе означает крысиное гнездо. Такое имя островок получил с легкой руки исследователя Вильяма де Вламинга. Голландские корабли следовали на юг вдоль западного берега Австралии и в 22 километрах от берега наткнулись на необитаемый островок, который был населен только крысами. Эти крысы не только кишмя кишели повсюду, но еще и ехидно улыбались. Таково уж было их строение челюсти. И только спустя много лет ученые выяснили, что эти животные вовсе никакие не крысы, а маленькие короткохвостые кенгуру. Их назвали квоками. Это сумчатые и запредельно милые существа передвигаются неуклюжими прыжками. Они полностью беззащитны перед хищниками, а потому водятся только там, где нет кошек или лис. А из-за особенного строения челюсти квоки всегда улыбаются. Если, конечно, в этот момент не жуют. Музыка Офигеть! Я не могу! Вообще! Я в следующей жизни стану пилотом, я все поняла. Буду летать над облаками поверх границ. Вот если только вылезать научусь, потому что, видимо, для более изящных пилотов вылезалка здесь придумана. Ох, я тебе грех жаловаться. Это было вообще, это было супер-супер-супер-супер. У меня даже самолет не хочет выпускать, хочет обратно дверью прихлопнуть, чтобы я тут сидела и радовалась. Мне кажется, я до сих пор летаю где-то там. Очень классно, очень классно. Просто вообще восторг. Я только все время снимала. Слов нету? Но тебе понравилось летать? Очень. Очень? Да. А что больше всего понравилось? Даже не знаю. Наверное, и крутые повороты. Прекрасно полетали. Все восторги. Девочки, визу было. Я вообще не кричала. А я в восторге вообще была. Кто-то кричала, я кричала, да. Мама точно кричала. Я точно кричала. На самом деле, то, что мы сделали, это аэропатический маневр. Ага. Аэропатический маневр считается, бич, вот, все, что больше 30 градусов по, как это называется, рысканье, хрен, тангаж, да? По тангажу. Да и больше 30 градусов для романтика, то есть, где аэропатический, либо 60 градусов для романтика, потому что, да, это аэропатический маневр, то есть, в сетях не остается, да, в сетях не остается, да, в сетях не остается. Клю. А сколько надо учиться? Да, учиться визит. То есть, вообще, минимум, кажется, 40 часов, если они живые, я собираю. А, 20, наверное, на частной в сети. Ага. А, у меня это было часа за трейлер. Потому что у меня они зачитывают другой летный опыт. То есть, не зачитывают легкокрылые, типа, партнер, но зачитывают fixed wings. И планер — это fixed wing. То есть, опять же, это competence-based. То есть, тебе нужно проверить, как бы, проверить, что ты умеешь делать весь тренировочный пакет. И, в основном, это померзнуть свой вопрос. То есть, что делать, когда свой пятерный капкан. То есть, это заход с двигателем. То есть, двигатель, я пал, если делать, не без заплёла. Потому что это одна из пакетов, когда с грудью пристают работать. Потому что ты собираешься в таком. Вот, да. То есть, меня-то все проверили. И мне зашли в планерный опыт. И там, как заинтересовало. Очень классно. Мы вообще так классно полетали, особенно в зиму. В зиму. В зиму. В зиму. В 80 или 90 градусов. Вот так. В зиму. Было видно даже в окошко океан. Прямо ничего другого не было. В зиму. Подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И обязательно делитесь нашими видео с друзьями. Исполняйте мечты, друзья. У вас все получится. Кто, если не вы? Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok